Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. В этом видео мы разбираем сканеры. Это то, что мне помогает последние несколько недель. И за последние 4 сессии сканеры помогли заработать 3000 долларов. И сегодня я расскажу, как они работают, покажу основные сигналы, которые возникают на сканерах, ну и разберем, для чего они нужны вам. Итак, сканеры – это торговый алгоритм, который по заданным настройкам ищет конкретный сигнал на нескольких символах или на том количестве символов, которые мы задаем. То есть, все символы, которые вот здесь у нас в обзоре рынка есть, или которые мы можем добавить в терминале MetaTrader 4, MetaTrader 5, это могут быть валютные пары, это могут быть индексы, это могут быть акции, если вы торгуете на Мосбирже, это могут быть любые другие инструменты – металлы, сырье и так далее. Как только вы добавили в этот список, в обзор рынка этот символ или эти символы, то они сразу попадают на сканер. То есть, сканер начинает отсматривать на этих символах определенную комбинацию, определенный сигнал, который имеет очень высокую вероятность отработки, и затем вот в эту таблицу заносит символ, вот здесь, слева, где мой курсор, символ, время, в какое время этот сигнал появился, и самый последний сигнал, самый ближайший, самый свежий, он будет вот здесь в топе. То есть, они сортируются по времени, да, по актуальности. Candles – это количество свечей, настройка, которая относится к самому сигналу, мы ее пропускаем, и HTF Trend – здесь еще робот сканирует тренд со старшего графика. Например, мы бросили сканер на минутный график любого символа. Нам нужен просто один чистый график, бросили сканер. И если мы бросили на минутку, то все паттерны или все сигналы, мы сейчас до сигналов дойдем, которые будут возникать на этих символах, которые будут совпадать с нашими заданными настройками, они будут появляться на сканере на минутном графике. То есть, это сигналы будут на минутке. Если я торгую на другом таймфрейме, например, на пяти минутке, я беру и нажимаю M5, подгружаются данные, и я перехожу и работаю на пяти минутке. Переходим обратно на M1. Что касается столбика HTF Trend, тренда со старшего графика, в настройках, если мы кликнем, у нас есть такой параметр, как HTF Trend. И вот здесь мы задаем тренд с того таймфрейма, с которого хотим его видеть. Если мы торгуем на минутке, то с пяти минутки. То есть, когда я получил информацию о том, что, например, по фунт-йене или Dow Jones или WTI у меня появился сигнал, я сразу вижу, во-первых, куда направлен этот сигнал, то есть вверх или вниз. Как я понимаю, что сигнал на buy или на sell, раз, два, три. Три столбика подсвечиваются зеленым, указывая на то, что тренд вверх и то, что сигнал вверх на buy. А вот этот столбик, HTF Trend, он независим. То есть, здесь может быть тренд и вниз, потому что это старший график. У нас на минутке может быть, например, сигнал на buy, но на старшем графике тренд вниз. Таким образом, когда мы получили информацию о том, что крайне вероятно, что фунт-йена сегодня в это время взлетит, или есть хорошая установка на то, что фунт-йена пойдет наверх, и мы видим, что тренд с пяти минутки тоже вверх, это создает дополнительный и очень мощный аргумент к тому, что мы можем заработать здесь прибыль, и вероятность этого будет еще выше. И все это мы видим сразу, в единицу времени. Это очень-очень удобно. И еще раз подчеркну, для минутки у нас стоит по умолчанию M5 тренд со старшего. Но если мы нажмем, например, на график M5, то мы перейдем в настройку сканера, и вот здесь мы поменяем не пять минут, поставим, например, 30 минут, либо час. Это очень важно, потому что нас интересует тренд именно со старшего графика, а с текущего мы и так видим, потому что подсвечивается цветом зеленым, либо красным. И вот здесь еще, видите, есть, где HTF Trend, вот в этой последней колонке, Flat написано. Здесь еще робот может определять состояние рынка Flat, не только вверх или вниз, но еще и Flat. Таким образом, это дополнительная подсказка для трейдера, который следит у экрана и готовится к сделке. Теперь коротко о том, для чего нам нужны сканеры. Цель сканера – упорядочить, в конце концов, вашу торговлю. Потому что трейдер, когда сам сидит у экрана, вот вчера мы в закрытом чате обсуждали этот момент, когда вы сидите у экрана и ждете сигнал, вы с чего начинаете? Вы начинаете анализировать там уровень, вот мой, например, уровень, вот сейчас цена сюда придет, если она сюда придет, мне потом нужен сигнал, и вы ждете, ждете этого момента, а рынок не приходит. Потом вы говорите, ладно, тогда я посмотрю, например, вот здесь, вот здесь уровень такой-то, вот я жду. И большая часть времени у вас проходит в ожидании, большая часть времени проходит в анализе, но при этом качественных решений очень мало. И я рекомендовал трейдерам начать с конца, то есть уже с готового сигнала, когда вы получили сигнал, ну, например, вот сегодня по фунт-иене или WTI, или сейчас, если мы получим в реальном времени сигнал, то есть уже готовую установку на, скажем, вход в рынок, и тогда вы переходите на этот символ и уже работаете с готовой ситуацией, а не ждете, когда она там через день, через час, через полчаса созреет, потому что за это время уже много что может измениться, и ваш план, который вы строили полчаса назад, уже может быть не актуален, или вы будете мирно ждать этой зоны, этого уровня, рынок здесь начнет уже разворачиваться, и вы пропустите хороший трейд. Более того, когда вы получаете четкие конкретные сигналы, это не ведет к переторговке, потому что сигналов не будет много, хороших сигналов много не бывает, вы более сосредоточены, и вы четко знаете, как действовать, когда вы получаете одни и те же сигналы, как действовать и откуда приходят самые большие профиты из уже хороших сигналов. То есть вот у нас хороший сигнал, один из самых прибыльных, который ищет тренд-сканер, и отсюда мы можем еще найти закономерности, которые делают этот сигнал более профитным, откуда приходят самые сильные тренды, потому что, например, тренд-сканер, его задача находить точку усиления тренда, точку усиления тренда на ранней стадии. И сейчас мы откроем несколько графиков, посмотрим, как это вообще выглядит, как сканер находит точку и как мы дальше действуем. То есть есть абсолютно четкий алгоритм действий, и он универсален для любого таймфрейма и для любого рынка. Теперь давайте нажмем, ну, например, на фунт-иену, запомним время 6.03, это время терминала моего. Кликнем. И давайте вернемся сейчас обратно, вернемся обратно, забыл сказать про одну очень удобную деталь. Сейчас закроем этот график и вернемся обратно. Вот смотрите, видите, здесь, где символ, валютная пара, да, или там, например, нефть или Dow Jones. Чтобы открыть график, вам не нужно идти в обзор рынка, вы просто кликайте на фунт-иену, и у вас открывается график, и сюда же в течение нескольких секунд подгружается вся необходимая информация о сигналах, о системе и так далее. Все, вот у вас все готово. У вас готов советник для открытия сделки, тренд-фильтр внизу, сигналы. И теперь мы смотрим 6.03 моего терминального времени. 6.03 сразу. Сигналы всегда будут близко. Сейчас, если в реальном времени появится, тоже увидим. Вот 6.03, вот здесь. Мне сканер говорит, Аркадий, у тебя покупка. Что он использует в основе, мой сканер? Он использует тренд-фильтр, вот здесь внизу гистограмма. Он использует TC, вот этот сигнал, TC-Cell. И когда происходит изменение на тренд-фильтре, и мы обновляем максимум TC-сигнала, при других дополнительных критериях, которые мы задали в настройке, сканер мне говорит, Аркадий, есть вероятность усиления движения. Есть вероятность усиления движения. И у меня два решения в такой ситуации. Первое решение – это buy сразу со стопом возле точек волатильности белых. Смотрите вниз. Либо buy на коррекции. То есть если я не покупаю здесь, я жду коррекции к точкам волатильности. То есть вот здесь будет второй buy на коррекции. То есть первый buy сразу, предполагая, что рынок может улететь. И тем самым я поймаю любой абсолютно тренд, который только может быть. И второй вариант – консервативнее. Для новеньких очень хорошо подходит. Это коррекция к белым точкам. И неоспоримое преимущество такого подхода – это очень короткий стоп. Потому что если мы здесь заходим, наш стоп должен быть здесь, на белой точке волатильности. Если мы заходим здесь, наш стоп все равно на белой. Но посмотрите, где уже белая точка волатильности. Она значительно ближе таким образом. Даже если вы вошли, скажем, здесь, ваш стоп неоспоримо лучше. И, конечно, соотношение лучше. Вот, например, вчера один трейд почти 600 баксов принес по gold. Вот эта ситуация тоже у нас была. По фаворитам. И мы разбирали то, что пробили TC-buy вот здесь. Потом пошла коррекция к точкам волатильности. Тренд-фильтр красный. Вместо sell. И что интересно, вот на этом примере фунт-иены у вас сегодня был как buy-сигнал, после которого цена взлетела, так и sell-сигнал. Но уже на другом сканере. Давайте сейчас с вами вот так сделаем. И перейдем на другой сканер. Он торгует и ищет полную противоположность. Он называется pattern scanner. Он ищет паттерны. Разворотная вершина. Слабая вершина. И вот сейчас мы видим двойное дно. Появилось все это в реальном времени. Сопровождается звуковым вот таким уведомлением. Теперь нажмем снова на фунт-иены, либо можем вернуться на вот этот график. И вот здесь у нас был pattern. Смотрите, в 6.52 у нас pattern. Разворотная вершина. Вот здесь разворотная вершина в 6.52. Но тренд со старшего вверх. То есть это сигнал против тренда. Сигнал на продажу против тренда. Как мы его торгуем? Один из самых прибыльных способов торговать такие комбинации это дожидаться коррекции. То есть после того, как паттерн разворотной вершины сформировался, мы пробили минимум паттерна. Первая коррекция 60% это место для sell. То есть место для открытия продажи. Таким образом, это у вас ситуация на ускорение тренда, а это ситуация на разворот. И очень часто бывает, что они друг друга, скажем так, поддерживают. То есть получив buy-сигнал здесь, в этой зоне вы взяли профиты, затем получив sell-сигнал, вы готовитесь к продаже. Особенно такое явление часто возникает, когда рынок в неопределенности. Вот здесь видите, рынок балансирует в боковике. И то покупатели, то продавцы перехватывают инициативу. Таким образом, вы можете получать преимущество и с неопределенного рынка, бокового рынка, где зачастую картина совершенно непонятная, и трейдеры теряют деньги. А здесь вы уже получаете готовую ситуацию, рабочую, и даже в условиях, когда график не пойми, что делает. Потому что, когда все понятно, ну там эти ситуации, сигналы работают безупречно. Есть, да? Зафиксировали. Теперь, как мы можем с вами поработать со сканерами. Первый способ вы можете пройти под этим видео, выбрать сканер, или сразу два, что обычно интереснее для большинства трейдеров. Затем получить мою систему Cluster Trader, потому что, когда вы нажмете на кнопку, у вас загружается вот этот шаблон. Загрузится, точнее, вот этот шаблон. И это шаблон торговой системы Cluster Trader Pro. Потому что, если я зайду в список индикаторов, здесь подгружается Cluster Trader Pro, Trend Filter, и мой советник ITM. То есть, все, что вам нужно, чтобы еще раз этот сигнал увидеть на графике и приготовиться к сделке с помощью советника. Здесь уже включены все параметры риска, которые, безусловно, вы можете менять, и другие настройки, о которых мы поговорим уже на закрытой части. Я предпочитаю вот в таком варианте использовать сканеры. То есть, это либо просто два окна, никаких других лишних графиков, никакой другой информации, появился сигнал, нажал на кнопку, перешел на символ, там работаешь. Второй вариант, это может выглядеть вот так, например, когда слева два сканера, здесь вы еще отсматриваете символ, который попал на сканер, дополнительно ждете информации. Такое тоже возможно. Но очень удобно то, что вам не надо сканировать и мониторить все возможные символы, особенно если, например, вы торгуете на рынке акций российской, Мосбиржи, то там довольно большое количество символов, и каждый отслеживает, по каждому искать сигнал, это неудобно. А здесь вы получаете сразу готовый, сразу готовый шаблон. И еще раз подчеркну, что сканер, это не сколько технический инструмент, сколько психологический, потому что это в значительной степени может упорядочить вашу торговлю, привести ее к точке постоянства, потому что одна из причин, почему трейдеры теряют деньги, эмоции. А почему эмоции возникают? Из-за неопределенности. То есть непонятно, чего ждать у права края графика. То есть нет ясности, нет уточнения по входу в рынок, то есть по каким сигналам мы входим, нет уточнения по выходу из рынка, нет уточнения по работе с позицией. И это один из ключевых моментов, почему трейдеры годами тратят сотни, может быть даже тысячи долларов и ничего не получается. Вот сейчас в реальном времени, пока я говорил про важность эмоциональной составляющей, мы обратили внимание, что поменялся тренд. Видите, вот здесь был флэт до этого по WTI и стал ап вверх. То есть это мониторинг тренда на старшем графике еще и в реальном времени. То есть это значение, оно не постоянное. Если тренд на пятиминутке сейчас поменяется, я на своем сканере это увижу. Без необходимости смотреть на пятиминутный график. Все остальные графические настройки мы можем поменять. Например, поставить везде цвет нижней, вот например, строчки buy и верхний buy мы можем поставить везде зеленый, например, чтобы вот таких не было переходов. Я это сделал для, скажем так, красоты, для себя. Но если я поставлю, например, вот здесь зеленый, тогда все строчки будут такой темно-зеленый или, например, светло-зеленый. То есть это можно легко поменять. Кому-то так нравится больше, кому-то меньше. Это все индивидуально настраивается. То же самое касается вот этого сканера, паттерн-сканер. То есть они ищут абсолютно разные сигналы. и мы можем взглянуть еще раз на эту ситуацию, которая была по фунт-йене, самая свежая. Что ищет этот сканер потом? Он ищет комбинацию стрелочного и вершины. Комбинацию стрелочного и вершины. И показывает нам на сканере, что есть сигнал. Мы переходим и начинаем работать. Если вы хотите подключиться к сканерам, то ссылка будет под этим видео. Выбирайте, задавайте вопросы на почту инфо собака за трейдеру и встретимся уже на онлайн торговле. Все, всего доброго, до связи, пока.